Краснознаменная 33 И все же это место притягивает Наталью словно магнит Оно хранит историю ее народа Бабушка была у меня крымчачка Естественно, она говорила по-крымчачски с теми, кто его знал А я же не знала крымчачский язык И вот однажды она мне говорит, ну, говорит, Наташа Открой, говорит, чикмидже и дай мне печак Я знала, что чикмидже – это ее ящичек, который был на кухне, где хранятся ее вещи Крымчаки – коренной народ полуострова След, оставленный ими, тянется из Средневековья Но меркнет с каждым годом Язык почти забыт Мало что осталось и от архитектуры Здание молельного дома, построенное в 1896-м, не исключение Стойкий запах сырости, паутины на потолке и облупленная краска на стенах Сложно представить, что когда-то в этом здании молились крымчаки До 1930-го года здесь была синагога Теперь – жилые квартиры Для Натальи Мельник руины наследия крымчаков стали домом Вместе с семьей в этом здании она живет с 1978-го года Здание очень старое, культовое Очень часто приходили к нам, снимали Мы хотели, чтобы сделали нам ремонт за это все время Ремонта нет, хотя бы фасада Кроме Натальи Мельник здесь живет еще три семьи Люди буквально выкручиваются как могут Пристраивают лоджии, балконы, укрепляют и обшивают стены утеплителем За годы таких ремонтов от первозданного фасада осталось немного Для начала Великой Отечественной войны на полуострове проживали 8 тысяч крымчаков Шесть из них расстреляли фашисты Сегодня в общине меньше 200 человек, среди них ни одного носителя языка Ознакомиться с уникальной культурой и бытом теперь можно только в Симферопольском национальном музее На стенах вышитые рушники и салфетки В углу диванчик с подушками Рядом столик, он у крымчаков назывался «Сафра» Расскажите, вот чем бы меня угостили, если бы я пришла в гости? Ну традиционно всегда крымчаки угощали сначала кофе или чай А потом это угощали с традиционными блюдами крымчаков Это кобетэ, это пастель, это чебуреки Народ похожий на одинокую птицу Так в 1818 году они описали себя в петиции императору Александру I С годами мало что изменилось Единственное желание крымчаков – сохранить и передать потомкам исчезающее наследие Татьяна Балыкина, Андрей Псом Утро нового дня